Мышиную королеву обнаружили жители обычной пятиэтажки на улице Зубковой. Здесь, в доме номер 14, уже полгода два подъезда страдают от нашествия мелких грызунов. Сначала грешили на подвал, но в ходе экспериментов выяснили, что на самом деле очаг антисанитарии находится на четвертом этаже. На балконе одна мышь, вторая, третья. И вот на сегодняшний день я поймала 44 штуки. Многие из них падают с козырька, бегают живыми по кругу. Не помогают ни отравы, ни мышеловки. Каждый день на балконе Ольга Москова обнаруживает мышиные трупы. Грызуны бегут из соседней квартиры. По кромке балкона переходят на другую сторону, забираются по шершавым стенам. Они уже сгрызли шкаф, который стоял на балконе, принялись за строительную пену и даже занимаются каннибализмом. Зуполучная квартира находится прямо за стеной Ольги, и в ней живет обычная пенсионерка. Соседка мне открыла дверь. Вот в квартире у нее такие чудеса. Антисанитария пополнейшая. В квартире дышать невозможно, там все шевелится и дышит этими мышами. Ну, какой-то чище, вот сзади нас. Да, причем несколько лет назад квартира горела. Горели из-за нее соседи. Эти фотографии Ольга сделала в квартире соседки вместе с представителем ЖЭО. Однако, по словам соседей, все обвинения в грязноте дома женщина отвергает. Говорит, что о мышах ничего не знает, а у нее просто идет ремонт. Пообщаться лично с хозяйкой квартиры нам не удалось. К домофону она не подходит. Сейчас соседи пытаются найти на нее рычаги давления. Сотрудники ЖЭО пообещали разобраться в моей ситуации. Сказали, что юрист будет заниматься моими делами. Напишет в жилищную инспекцию, обратится в Роспотребнадзор, в Санэпидемстанцию. Но вчера была назначена встреча. Я прихожу, юрист уволился. В первую очередь, если вы попали в подобную ситуацию, начиная от ехождения по инстанциям, то забудьте о телефонных звонках. Подавайте заявление в письменном виде. Именно отказы или увиливание ответственных организаций станут вашим доказательством в суде. Нужна переписка со всеми органами, контролирующими и надзорными. Есть статья 20 жилищного кодекса, которая обязывает проводить так называемый муниципальный жилищный контроль. Жилищная инспекция, которая находится в городе Рязани на улице Липнихта, должна быть подключена. Управление Роспотребнадзора. Администрация города Рязани расположена на улице Радищево, 28. Но понятно, что в Рио губернатор Рязанской области тоже должен знать об этой проблеме, которые почему-то не могут решить на уровне города. Подобная антисанитарная обстановка грозит владельцам соседних квартир не просто порча имущества и потраченных нервов, но и может сказаться на здоровье. Ведь мыши – это переносчики болезней, среди которых сальмонеллез, лептоспироз, чума и многие другие. А под угрозой находятся не только взрослые, но и дети, которые живут в подъезде и приходят в гости к своим бабушкам. Хочу сказать, что не исключается вероятность предъявления в том числе иска о выселении из данной квартиры, продаже ее и потом покупке. Но это очень долго. Понятно, что существует такая практика, она не многократные обращения такие были, но тем не менее в различных городах примеры есть. Поэтому надеяться в этой ситуации нужно в первую очередь на себя, быть смелее, напористее, а также действовать четко и методично. Ведь в нашей стране общаться нужно на языке бумаг. Продолжение следует...